так всем привет друзья с вами канал сергей и леся мы находимся на гелке и сегодня первый раз наши девочки карина и ира и милена побывать на гелке мы посмотрим что из этого получится что они купят что не купят что им понравится что нет вот представляю вам ира и вот карина тут уже попала в плен кроликам да и карина эти друзья тут встречает нас такой мини зоопарк вот такой продавец поляк такой что можно очень легко уйти с кроликом тут домой и даже не заметить этого так друзья карина между прочим это моя двоюродная сестра милена и и . они уже больше сколько вы тут почти три месяца и тут первый раз какая цель что ты хочешь тут купить цветы и что-то еще интереснее здесь отрядом коптятся колбасы мясо сало все есть все пахнет очень вкусно и вот смотрите сколько людей я уже наверно потерял на самом деле своих короче на какое-то время мы решили разделиться людей сейчас действительно очень много девочки пошли по своим делам покупать всякие там игрушки не знаю что я сейчас вам быстренько покажу что интересное здесь есть как поменялась гелда за зиму ну вот так идем смотрите все здесь расположено на земле все смешано нет никакой градации как говорится это у нас сначала кем ты здесь по правую сторону от меня небольшой авторынок продаются разные автомобили и говорят что раньше этот рынок был намного больше но сейчас тоже есть но поменьше кстати что мне нравится в польше здесь не надо чтобы купить автомобиль идти к нотариусу там что-то там делать какие-то процедуры длительные купли-продажи то есть пишется на месте можно сказать на капоте договор купли-продажи от руки можно написать его можно распечатать на принтере потом просто как бы подписаться и все с этой бумажкой ты можешь уже ехать в жонт и оформлять то есть покупка состоялась все быстро в течение пяти минут пожалуйста куча старой музыкальной аппаратуры здесь можно видеть вот световых приборов куча целую дискотеку когда снял вот сюда привез видите сколько вот приборы всякие и хотите можно здесь выбрать то есть как будет потребность надо ехать на гелду но это огромные такие сейчас для моей сферы это неприемлемо ну а так если какая-то стационарная дискотека то вполне себе возможно пожалуйста фотовольтайки они же солнечные батареи здесь не только могут продавать и рекламировать свой товар ну и прямо на солнышке вырабатывать электрическую энергию вот направить только остается на солнце и пожалуйста можно уже получать электричество только смотрите сколько всего смотрите просто стоят столы здесь посуда разная старинная так думаю и не очень но очень очень много всего кстати много очень резины здесь целые есть такие районы где продается резина на автомобиле и люди здесь очень часто выгодно покупают это правда за резиной советую ехать на гелду но друзья огромное множество велосипедов здесь можно прийти тоже выбрать в основном здесь бэушные велосипеды продаются их очень много но цен здесь нет надо за каждый спрашивать и цена как понимаете может меняться в течение дня но как бы попадаются и новые выбора здесь тоже есть гелда летом намного намного больше чем зимой и здесь и приятнее здесь находиться приятнее здесь ходить людей просто много приехали мы в восемь часов утра так что так что советую ехать пораньше тут уже все кипит вот смотрите стоит газа на косилке здесь какой-то генератор или что вот детские велосипеды при том из них много новых вот дальше в коробках детские игрушки тут по по теме видно вывезли именно для детей товары он резина стоит и вот можно видеть овечки садовые всякие вещи здесь видя монитофоны диски велосипеды так ходишь и смотришь и все все что хочешь даже какой-то космический корабль сразу хочу сказать что никаких стабильных цен здесь нет поэтому нет смысла озвучивать вот цены на каждый товар потому что он меняется в зависимости от времени раньше дороже там позже на разбазаре как у нас говорят будет дешевле так что если что интересно то просто приезжать сюда и все смотреть сами тоже музыкальная аппаратура какие-то колонки большие сабвуфер это фирма надо спросить что почем вот можно видеть даже объективы есть для фотоаппаратов видимо конечно старые но тем не менее менее есть вот тоже какая-то акустика эта музыкальная аппаратура фирма такая малоизвестный матроник какой-то короче он комплект вот той аппаратуры 1200 злотых стоит там четыре колонки но без усилителя да только колонки никогда не думал что польша буду выбирать музыкальную аппаратуру но скажу вам по секрету то скоро это для меня станет очень актуальным что уже посматриваю в разных местах и на рынке тоже почему бы и нет вот целые горы целые горы тоже акустики аппаратуры очень много и надо каждой спрашивать цен не висят и за каждый надо все спрашивать если честно хочу для себя купить сегодня такой знаете деревянная накидка в автомобиль на кресло такие шарики деревянных но пока не вижу как только увижу куплю и вам покажу цены вот так вот все ходят смотрят на товар и он скажу здесь очень много украинцев очень много потому что украинская речь слышно ну буквально из-за всех сторон уже это грязь как а что на mercedes иду против солнца понимаю что меня не видно но иду сейчас к карине и лисе и ире они уже что-то там купили так что покажем вам их не покупки вот смотрите сколько много людей зимой такого не было просто просто огромное количество людей сейчас здесь вот ряды где продают обувь здесь как бы чуть-чуть в одном месте и очень много обуви разные вот носочки с этой стороны вместе с велосипедами но честно говоря вот можно разделить рынок на несколько таких групп там где одежда там где барахолка там где чуть-чуть еды но все равно все это помешано все это смешано как вы видите с такими товарами повседневными и поговорили есть сюда стоит 40 злотых вроде бы заплатив 40 злотых ты можешь в принципе те покажу где стать и пожалуйста торгуй знаменитые кактусы по 55 злотых по 65 что повторяет что можно так что я вам скажу короче рынок насколько увеличился размера благодаря тому что лето что тут его просто нереально обойти я не знаю надо просто бежать и спешить чтобы все успеть посмотреть его их очень большие объемы размеры очень ребята я не удержался решил купить себе такую футболочку чтобы у него супер теме друзья короче смотрите что если приобрет я думаю вы оцените вот такая у меня теперь футболочка появилась так что ставьте лайки если поддерживаете мое решение стоит кстати 50 злотых и здесь очень популярна сейчас эта тема с такими вот вещами кстати ребята насчет рассады рассада здесь продается не как у нас видите в таких горшечках вот 5 огурцов 2 злотых стоит так стать недорого если хороший сорт и сара сада продается маленьких горщиков вот земляника 2 злотых ну вот есть что у нас нет смотрите любые 100 обычную быстро здесь и называется люкчик и он подороже потому что он многолетний стоит 5 злотых вот такой вот такой вот пакет что-то в бутылке это не пойму что до рощин какой-то вот видите деревень есть вот я вхожу пробку из людей просто просто не продюшим большая собака очень большая пробка из людей и и вот скажите мне что это место для бомжей там или как то есть тогда получается что через эти люди сюда идут просто так нет это место как своеобразная охота и здесь ты покупаешь иногда товары такие же немножечко может бы уж на этой новое но намного намного дешевле чем всем скажем в магазине в интернет-магазине не важно кстати клубника продается таких кошелочках 10 злотых килограмм здесь видите у нас ледница по 12 уже дешевле вот фасолька 22 злотых спаржевая бабы 14 злотых огурчики 580 чеснок примерно 3 злотых штука 980 вот помидоры эти люди покупают прекрасно он черника есть и даже здесь небольшая очередь ну что же друзья пока я здесь ходил наши девочки пошли уже в машину не дождались меня так что вот пишите свои комментарии как вам рынок хотели бы вы поехать сюда а может уже были что вы покупали на этом все я думаю обзор такой небольшой я для вас сделал если какие будут интересны конкретные темы по ценам то пишите обязательно я проведу вам более детально обзор на экскурсии но на этом все пока с вами как всегда ваш канал сергей и леса пока пока